Если я задержу руку, вы будете присесть и найти мешочек. В детском саду номер 24 состоялось собрание для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии объяснили, с какими проблемами вынуждены сталкиваться их дети каждый день и как помочь им интегрироваться и приспособиться к повседневной жизни. Для этого были разработаны тренажеры, которые каждый родитель может изготовить дома и самостоятельно в игровой форме заниматься с детьми. Сегодня мы организовали встречу для родителей детей нашего детского сада. Мы научили их работать сенсорными тренажерами, которые они могут приготовить сами у себя дома и поиграть со своими детьми. Собрание было больше похоже на мастер-класс. Организаторы постарались и сделали мероприятие интерактивным. Родители принимали участие в развивающих играх и понимали, что это далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Эти, казалось бы, легкие упражнения призваны, так сказать, подружить оба полушария нашего мозга и заставить их работать вместе. Кажется легко, но как это на самом деле я вот прямо сейчас и узнаю. Невероятная сосредоточенность прямо сейчас у меня. Я чувствую, как я буквально ни о чем другом не думаю. И даже говорить на самом деле при этом при всем очень сложно. Инициативные преподаватели помогли очень многим детям с ограниченными возможностями здоровья. А теперь придумали, как помочь и их родителям, чтобы дома ребята смогли закреплять полученный материал. В городе они работают уже давно и помогли не одному десятку воспитанников. В городе наших выпускников уже очень много. Мы всем помогли. Наши выпускники учатся в школах с нормотипичными детьми. В школах массовых. Мы подготовили их к жизни. Родители наших воспитанников очень нам благодарны. Дети с ограниченными возможностями требуют особого подхода и методик обучения. Радуют, что в нашем городе работают инициативные и профессиональные педагоги, способные дать этим особенным детям путевку в жизнь. Евгений Шаров, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья.